Всем привет! Друзья, мы находимся в деревне, в Ленинградской области. Вы очень много меня просили, чтобы я записала видео из деревни. И вот я, наконец-то, нашла героиню. Это Раиса Николаевна. Здравствуйте, Раиса Николаевна! Какие животные у вас есть сейчас в хозяйстве? Ну, сейчас столько птиц, куры несколько пород, утки и кролики. Сейчас хозяйство маленькое. А раньше было большое? Ой, 15 поросят. Ничего себе! 4-6 телят, 2 коровы, гуси были, индюки, тасарки. Ну, это я не считаю хозяйством, кролики это всё мелочь, а из крупного вот. А тогда вы тоже вставали в 4 утра или раньше приходилось? Тогда я спала по 2 часа стоя. Ужас! Как вообще ваш день проходил, когда у вас были коровы, поросята? Ну, вставала так же в 4. Всех кормила, доелась корова, потом молоко всё обрабатывала, сепарировала и уходила на работу половину восьмого. А где вы работали? Перед пенсией я уже работала на очистных, здесь в ЖКХ. А так мы в море ходили с мужем. Мы моряки. Ничего себе! Как интересно! Расскажите, пожалуйста, тогда мы про деревню пока что забудем. Давайте поговорим о вашей молодости, о вашей жизни в море. Как вообще это происходило? Почему вы выбрали такую профессию? Такую профессию выбрала. Мы родились в Смоленске, это не так уж много времени прошло после войны. Жизнь была очень тяжёлая, полуголодная, можно сказать. Ну и старались из колхоза все, кто мог документы какие-то выправить, если поступишь, тебе паспорт дадут и куда-то рвануть. В колхозе работали за трудодень. Ну, то есть, это каждый день палочка, и ты получал на трубоплату зерно, там несколько килограмм сахара, денег не давали. В конце года 12 рублей. Поэтому, как говорят, драли лаптик, то куда. Было своё хозяйство, на этом выживали. А чтобы своё хозяйство, вот тебе дадут пять соток земли, ну, нужно животных прокормить, иначе самим есть нечего было. А сколько у вас было братьев и сестёр? Три сестры и два брата. А когда папа заболел, он долго не вставал, лежал уже у врачей, даже сказали, что безнадёжно. Мне было тогда сколько? Десять лет. Я уже пошла работать. Убирать дом культуры был сельский. Вот я убирала, пока не закончила десять классов, пока не уехала. А потом вы куда уехали после школы? А потом уехала сюда, в Питер. Была у меня подруга, она сама питерская, она здесь и родилась. Она жила у нас по соседству. И мы с ней, как говорят, с пелёнок, и до сих пор ещё дружим всё. Дружба, проверенная всей жизнью. И вот я из-за неё потянулась сюда. Закончила училище, поступила в ЛИСИ. Промышленное и гражданское строительство. Хорошая специальность. Да. Но я не закончила. Всё это было тяжело. Помогать мама не могла, конечно. Ходила по ночам работать на кондитерскую фабрику. Ну, и вот решила пойти в море, что более-менее заработать деньги какие-то. Это вам лет 20 было тогда? 21. Ну, в море вот познакомилась с мужем. Он у нас был начальником радиостанции. Ну, я работала буфетчицей. Сначала на туристах работали, а потом ушли на рыбаки. И ещё там подвахта была 4 часа. Это значит на переработке рыбы. Кроме твоей основной обязанности. А это доплачивали за это? За переработку рыбы? Да, 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 конечно. Затарили полные трюма, и тогда только заходим в порт на выгрузку. Пять дней там стоишь, выгрузили, загрузили, и опять в море. Вам удалось что-нибудь посмотреть? Я очень много города увидела. Сколько дней длился рейс обычно? Три месяца. Три месяца. Вы скучали по родным, по дому? Нет. Привыкаешь, ты же не чувствуешь. Ты занят работой. Сон, работа. Живёшь, как на земле. Ты даже не представляешь, что ты на воде. Забываешь. Ну, когда, конечно, качка бывает, шторма-то никто не отменял, то уж, конечно, это жутко. А вам было страшно, когда был шторм какой-нибудь? Ну, страшно нет. А и качку я переношу вообще. Люди некоторые переносят легко. У меня только, как говорят, наваливается жор. Я без конца хочу есть. А сейчас вы по морю скучаете? Ну, по первости, да, как-то было. А потом вот весной, когда чайки прилетали за тракторами, так хотелось моря. Теперь уже как-то всё уже. А зима как у вас проходит? Ой, зима тоже. В шесть утра встаю, готовлю завтрак внучке, потом ёбажу, потом идём в школу, потом прихожу, кормлю всех животных своих, днём там, ну, тоже уборка эту погладят. Ну, дел много, люблю читать, если есть свободное время, то... Кто ваш любимый писатель? Ой, я всех люблю, по-моему. Куприна, Дюма, мне некоторые вещи, не всё. Мне Бальзак нравится, тоже не все произведения нравятся. Что из русской литературы вы посоветуете прочитать иностранцам? Иностранцам? Куприн, по-моему, тяжело им даст. А Бунин? Бунина я не люблю. Ну, а Толстойла, Достоевского понравилось? Достоевского тоже трудно, как бы сказать. Для иностранца, может, какие-то вещи будут непонятны. Если они Бальзака читали, то Достоевского поймут. Они где-то близко. Ге-го тоже, ведь, вот, если начинать его читать, как бы занудно, но втянешься и уже всё. Тебе не уйти отсюда никуда. Ну, а из современных у нас таких, ну, гранен, можно что-то почитать. А в Петербурге, да? Да. В войне. Да, да. Ческий писатель у меня. Ну, если я не знаю, Гашек, может быть, а может, не Гашек даже. На второй день утром не читали? Нет, на второй день утром не читала. Там очень интересные такие довольно-таки жизненные позиции. Надо будет почитать. И оно написано очень легко. Читаешь, как будто ты читаешь сказку. А Борис Акунин вам нравится? Ну, некоторые вещи, да. Некоторые. Вы в библиотеке берёте книги? У меня и своих много очень книг. Я некоторые книги перечитываю зимой. Я покупаю новые журналы, чтобы, как сказать, быть в тренде. Но плохо, что сейчас литературного нет журнала. Вот раньше он был. Сразу узнаёшь какого-то нового писателя. Ну, сейчас можно, конечно, через интернет почитать. Но я вот не люблю интернет читать. Я люблю вот живую книгу. Я тоже. Она тёплая, она живая. Пусть бумага, но она живая. Вот покупаю кроссворды, и это у меня занятие с утра. Полжурнала вечером. Когда все спать лягут. Ну, чтобы немножко... Размять мозг. Да, да. Что самое сложное в ведении хозяйства? Хозяйство не так сложно вести. Самое сложное теперь в нашей стране сбыть всё это. То есть вы раньше молоко продавали, да? Продавали. Мясо. Иногда выливали. Почему? Покупали телят. Потом мясом кормили собак. У меня было пять собак. Потому что продать не могли. Картошку вывозили в лес. У нас же такая политика. Усси будут покупать в Египте, которую всё выращивают, извините меня, в трубах. Да. Картошка, клубника, она не видела земли никогда. Там вот гоняется раствор. И кушайте. А своё нет. Своё не дашь. У нас же ведь здесь много фермеров было. Вон вывозили в лес диким кабанам картошку, овощи. Потом постепенно, конечно, продукция-то качественная. Люди уже стали приезжать. У меня была масса клиентов. Некоторые до сих пор ещё, ну, уже коровы, конечно, нет. Ну, они приезжают, овощи у меня покупают, яйцо, мясо, птицы, кроликов. Мы уже стали как родные люди за 15 лет. Постоянные клиенты, да? Да, мы уже подарки друг другу дарим на день рождения. Я люблю в огороде тоже ковыряться цветочки, грядки полоть. Растения тоже нужно чувствовать. Я вот прихожу, я сразу вижу цветок там или там огурец, что он заболел. Они же как маленькие дети, они показывают всем видом, что ему плохо. Они любят, когда с ними разговариваешь. Да? Я разговариваю с цветами, с яблонями. Что вы обычно им говорите? Ну, или хвалю, или ругаю. А ругаете за что? Ну, если мало плодоносит или что, я поругаю. Они вас слушаются? Да. Я даже рассаду, вот весной остаётся рассада, я пока, как говорят, хорошие руки не пристрою, я её не выброшу. Оно же живое, оно родилось для того, чтобы дать потомство. Как вы считаете, жизнь в деревне лучше жизни в городе? Да, я бы сейчас в городе... Да нет, молодому человеку, конечно, город, а пожилому человеку, я бы сказала, и не стоит там. И мешать даже молодёжу. Вот жить на природе, лишний раз не будешь ходить в аптеку, и продукт у тебя будет чистенький, без всякого химии, без всего. Я когда приехала только в Питер, ничего, с деревней можно толком ничего. Раньше студентам отдавали такая абонементная книжка была. Ты можешь посещать бесплатно все театры, музеи, ну, где-то там 10 копеек чисто доплату просили. У меня абонементная книжка вся была использована, я даже иногда и по чужим ходила. Ну, я всё, все музеи, всё, Павловск, Пушкин, Гатчину, всё-всё-всё, Петродворец, всё-всё-всё, каждый музей, всё. Давайте назовём пять мест, которые нужно посетить обязательно, когда приезжают в Ленинградскую область. В Санкт-Петербурге, конечно, зимний, это обязательно, ну, и другие музеи, конечно, Петергоф, обязательно. Такой красоты, наверное, больше нигде не увидишь. Ну, а здесь у нас усадьба Рериха, здесь недалеко усадьба Врангеля была. Там такой чудесный парк старинный, такие деревья шикарные. Сколько у вас, получается, трудовой стаж? Ну, общий где-то около сорока, вот, ну, как начала работать, закончила. А пенсия у вас какая? Ой, лучше не спрашивайте, лучше про наши пенсии ничего не говорите. На хлеб хватает всё, на хлеб и на воду. Это, слава богу, таблетки не кушаем, а если, то только на таблетке. А ещё, если кто живёт в квартире, ну, конечно, мы тоже уголь покупаем, всё это остальное. А если живёшь в квартире, вот, 70... Нет, не 70 процентов, больше бы я отдавала за квартплату, и у меня бы оставалось 70 рублей в сутки я могла потратить. Это на еду, на одежду, на всё? На всё, буквально. Всё, больше никуда. Всё, копеечка в копеечку. А на животных много уходят, чтобы их прокормить, чтобы за ними ухаживать? Ну, корма очень дорогие, очень. Я не знаю, почему. Ой, столько мы растим хлеба, только я не знаю, где он растёт, этот хлеб. Куда не едешь, поля нигде не сеяны, нигде. Вот мы ездим в Смоленскую, проезжаем в Псковскую, в Новгородскую. Всё дороже, вот такие на полях муравейники. А у нас хлеб девать некуда, а зерно стоит. Ужас! Мы в детстве ели, хлеб и батон, больше ничего не надо, кружку молока, и здоровые росли. А сейчас, какого только хлеба нет, но его есть невозможно. А сами печёте хлеб? Да, да, когда есть свободное время. Печём очень часто. А хлеб уже не покупаем. Если купим, он вот отлежит потом курочке. Коты, курицы там. Вот мы без газа, мы живём, а то бывает и без света. А газа, да, трубу кинули, отчитались, что всё уже... А газ не провели, да? Ой, а газом у нас и не пахло. Но что ты, вот дровами и тупимся так, углём и дровами. Но электричество, канализацию у вас есть в доме, да? Ну, это всё у нас автономно, как на подводной лодке. И вода, и всё. Раньше здесь были по улице колонки, но теперь ни одной колонки нет. Как вы думаете, что-то вообще может в лучшую сторону измениться в России в ближайшие годы? Если вы, молодёжь, возьмёте всё в свои руки, то может быть. А пока сидят эти пни старые, нет, ничего не изменится. То есть вы думаете, должен быть свежий взгляд, да, на всё? Только молодое. Молодое поколение. Никакие там Жириновские, никакие Зюгановые. Давно уже их выкорчать всё надо. И пока молодёжь не возьмёт страну в свои руки, ничего хорошего не будет, ничего. Это они нам показывают, что они там войну ведут. А рука руку моет. Ворон ворону глаз не выклюет. А вы новостям верите, которые показывают по телевизору? Не всем. Не всем. Много вранья, очень много. А потом эти канавы, вот, все пророссийские. Это правительственные подкормленные журналисты. Ничего себе у вас. Какой взгляд? Если я раньше вот как-то более-менее Соловьеву верила, вот когда он начинал. Сейчас, да, я понимаю, у него там шесть жён, куча детей, всех кормить надо. Говорит, что нужно, да? Да. А за ситуацией в Беларуси вы следите? Ну, так вот. В новостях, конечно. Новостям я не верю. А Аня включает по компьютеру, мне там показывает. У меня много знакомых, конечно, в Беларуси. Они вам что говорят? Ну. Митингуют? Ну, часть, да. Ну, конечно, мне беларусов очень жалко. Они не... Какой бы там батька ни был, конечно, но он всё... Он много сделал для страны, для своей. Мы вместе с беларусами учились. Поэтому мне этот народ очень близкий. И страдали, конечно, много. И богато никогда не жили. Ну, а как вы думаете, почему тогда они сейчас хотят, чтобы президент сменился? Все хотят перемены. Все хотят перемены. Какой-то перемены. Я не говорю, что беларусы. Беларусы жить стали хорошо. Даже мы ездим на Смоленщину. После войны там ничего, можно сказать, не осталось. Всё было сожжено, разрушено. А так ведь кто как выживал. То в старой землянке, то в каком Авине. Всё равно, вот если так всю жизнь, по всей жизни пройтись, то самая счастливая пора была – это вот это босое голодное детство. Счастливой не было времени. Может, потому что не несёшь ответственности, ну, за тебя. Ну, хоть я не сла ответственность. Ну, а молодость, когда вот вы на корабле были? На корабле работа была. Там недель веселья. Там отработал под вахтой 4 часа и спать. Что можно пожелать людям? Людям пожелать, чтобы любили землю. Как мы к ней относимся, то мы и получим. Вырубили вот лесовод, получаем. То наводнения, ветра стали. Ну, мы же сами-сами всё губим. Это ведь такая тонкая материя природы. Одну ниточку, всё, 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 всё потянет за собой. Как говорят, не плюй колодец, придётся ещё оттуда напиться. А мы уже всё заплевали. Вот у таджиков есть такая сказка интересная. Давайте. Приходит цапля. Талибабан. Талибабан – это, значит, доктор. С таджикского. Ну, и говорит, ой, я что так заболела. Наверное, я умираю. А он говорит, ой, да тебе, говорит, легко просто вылечить-то. Лети, говорит, на водоём, на чистый. Попей воды и всё. Только в которой ты не гадила. Идёт доктор, цапля лежит на песке, всё, помирает. Он говорит, ну, чего, до водоёма не добралась. Она говорит, так нет такого водоёма, который бы я не гадила. Вот наш результат. Один в одно сказка. Ну, это всё о нас. Спасибо вам большое. Очень интересно было с вами пообщаться. На самом деле я планировала это видео как просто «Жизнь в деревне», чтобы вы нам показали ваше хозяйство. Но вы настолько всего рассказали. Да, очень интересно было. Она никуда не денется. Спасибо большое за то, что вы поделились. Любое время вот приезжайте, будем снимать. Хорошо. Скоро вот начнём убирать, сажать, копать по новой. Покажите нам свой огород и живых покажите. Пойдёмте. Откуда начнём? Кружовник. Кто бы уж собирали, собирали и никак не собрать до конца. Дрозды соберут? Нет, дрозды кружовник не едят. Это поливать надо сегодня. Из огурчика немножко поделись. Что здесь у вас помидоры, огурцы? Помидоры, огурцы. Я выращивала в этом году. И дыни я выращивала, и арбузы выращиваю. Виноград выращиваю. Виноград растёт. А дыни и арбузы в этом году я не стала. Это земляника. Красота какая. Это земляника. Тут уже убрано. Ну, а здесь огурцы, перцы. Ну, и две веточки помидор. Как у вас всё аккуратненько, красиво привязано. Они уже всё. С мая месяца. Вот последние сейчас огурчики вот соберу. И можно убирать уже плети. Ой, такое обилие огурцов в этом году было. Ну, а здесь вот я уже начинаю малинник разбивать. Вот у меня тут будет малинник. А будет крупнее. Это ещё молодой кустик. Ну, разды склёвывает. Вон, уже плодят. Вот, висят ягодки. Картошка. Ничего себе, сколько у вас картошки тут посажено. А всего это, всего 10 соток. Здесь у меня лучок уже на зелень я подсадила. Ну, чтоб вот сейчас. Это я закрыла, чтобы коты, они любят, сразу расковыряют луковинки. Это вот овощи у меня. Это капуста. Тыквы, морковка с луком. Я сажу обычно с луком вместе морковку. Они очень друг друга любят. И морковка отпугивает луковую мушку, а лук отпугивает морковку. И лук ты выбираешь, а морковка потом ещё дорастает. И получается и то очень хорошее, и другое. Ну, здесь у меня кабачки, вот тыквы. Тыквочки уже вот есть. Здесь полосочка зерна. А это я уберу серком, потом вот скоро уже колос наливается. Посажено так поздно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова